Ты обратил внимание, что недавно Кадыров записал голосовое сообщение в телеге под кайфом. Он там говорил про Мариуполь, а в конце ролика он уже лыка не вязал. На чем он сидит, как думаешь? Объяснять происходящее можно по-разному, но никто не может спорить с тем, что это происходит. Поэтому факт, что Кадыров допускает очень тупые высказывания, просто максимально тупые, я думаю, что от этих высказываний неудобно даже Кремлю. Кстати, мой предыдущий эфир от 28 апреля, его на днях внезапно мне удалили, забанили, YouTube это сделал, и прислал мне уведомление, написав, что я нарушил правила YouTube, призывы к насилию, дискриминация по политическим, еще каким-то, в общем, это очень серьезное нарушение в YouTube, если кто не в курсе. То есть, если ты, например, нарушил авторские права, то это не столь серьезное нарушение. И это легко урегулируется. То есть, ты можешь просто пообщаться, договориться с правообладателем, и видео будет либо разблокировано, либо будет снято предупреждение. Но если ты нарушил правила сообщества YouTube, и причем это правило именно еще и в этом вопросе, как призывы к насильственным действиям, дискриминация или что-то связанное с взрывчатыми веществами, оружием, там ты что-то, допустим, записал ролик, как создать там какое-то взрывчатое вещество или что-то такое, это как бы очень серьезное нарушение. И вот представьте, мне прилетает такое, значит, предупреждение, уведомление. Ролик у меня, эфир полностью блокируется. Я, естественно, понимаю, что никаких призывов, никакому насилию, никаких дискриминационных высказываний я, конечно же, не делал. Я обжаловал это предупреждение. И моментально практически после обжалования, через несколько минут, они проверили и, значит, снимают. Мой ролик восстанавливают. И вот сегодня перед эфиром мне приходит на этот ролик уже уведомление от Роскомнадзора, что якобы оно нарушает какое-то российское законодательство, уже решение суда они там настряпали на него. То есть что-то в этом моем предыдущем эфире очень сильно не понравилось российским властям. Они сначала бомбанули жалобами, что там якобы были призывы к чему-то. Разумеется, YouTube это не человек, а алгоритмы. То есть робот отреагировал на это моментальным баном из-за того, что слишком много было репортов о нарушении правил. Они его блокнули. Я обжаловал. Уже человек непосредственно, какой-то сотрудник YouTube проверил, убедился, что нет никаких нарушений. Восстановил этот ролик. Когда не получилось так его блокнуть, они пошли по второй схеме. Это Роскомнадзор, это решение суда. И сейчас, если YouTube удовлетворит это требование Роскомнадзора, то мой эфир будет заблокирован на территории России. Но остальные смогут его посмотреть, будут иметь к нему доступ. Такие вот дела. Но я, честно говоря, так и не понял, что именно не понравилось Кремлю российским чиновникам в этом моем эфире. Если вы не помните, я там говорил о том, что Ахмед Дудаев заявил про то, как наконец-таки в Украине чеченцы отмылись от этого клейма террористов, который на нас вешал Запад. Я немного поутрировал, потроллил его по этой теме, рассказал про Западно-Чеченские войны, про то, как нас Запад выслал в 1944-м, как Запад экспансию на Кавказ делал в 18-19 веках, как Шейх Мансур боролся с Западом, как Имам Шамиль боролся с Западом. Ну, я потроллил, в общем, попрекалывался, понятно, что не Запад, у нас никогда не было никаких столкновений с Западом, никаких проблем не было с Западом, но всегда, всю историю, уже 400 лет у нас эти проблемы с Россией. Они нас захватывают, колонизируют, они нас высосредляют, они нас геноцидят, они совершают военные преступления, они проводят две войны, они нас оккупируют, они над нами ставят цвет наместников. То есть это все делает Россия. И никогда этого, разумеется, Запад не делал. То ли этот момент им как-то сильно их ранил, то ли там еще что-то есть, в общем, я так и не понял. Есть у этой войны свои плюсы, несмотря на то, что это, конечно, величайшая трагедия, но даже в величайшей трагедии всегда бывают какие-то плюсы. И вот плюсом, наверное, этой войны, одним из плюсов этой войны является то, что весь мир сегодня смеется с Кадырова, с его вот этих бандформирований. Официально, которые, официально, разумеется, являются росгвардейцами, полицейскими и так далее. То есть все то, что раньше многие не знали, многие считали, что действительно там что-то серьезное. Сейчас весь мир над этим смеется. То есть эта война в Украине показала никчемность вообще в целом российской армии. Но вот этих вот товарищей Кадыровских, их вообще это выставило на посмешище, на весь мир. Вот они сами себя, точнее, выставили на посмешище. И это, безусловно, огромный плюс. Бывший бурон. Ассаляму алейкум. Путин специально дает Кадырову везде светиться и позориться, чтобы потом оправдать свою агрессию против нас в прошлом и будущем. Типа вон, какие они дебилы. Дебилов не жалко. У алейкум ассаляму алейкум. Вы знаете, разные могут быть версии. Объяснять происходящее можно по-разному. Но никто не может спорить с тем, что это происходит. Поэтому факт, что Кадыров допускает очень тупые высказывания, просто максимально тупые, я думаю, что от этих высказываний неудобно даже Кремлю. Поэтому они принимают решение, что лучше, наверное, ограничить цитирование этого человека, чтобы не пускать абсолютно абсурдные вещи, не пускать их в народ. Кадуумин говорит, что я должен поехать в Украину и стать там рядом, говорить с нашими. Я не знаю, почему ты решил, что я должен это сделать, в чем эта необходимость, зачем это делать. Я все-таки думаю, что нет, я, наверное, не должен. И могу ли я? Наверное, могу, имею на это право. То есть, если я захочу поехать, да. Но должен? Нет, наверное, не должен. Такой обязанности нет. Как при шариате возможно соблюсти свободу на вероисповедание, свободу слова, свободу прессы и свободу собраний? Так же, как и в любом государстве. Принимаешь законы, которые затем нужно соблюдать. Какие проблемы? В мусульманском государстве никогда не было, ни при одном истории мусульманском государстве, существовавшем, никогда не было проблемы со свободой на вероисповедание. Это вообще гарантируется самой религией. Что касается свободы слова, свободы прессы и свободы собраний, то это все регламентируется в любой стране. Даже в самой демократической стране это регламентируется. То есть, есть какие-то темы, которые не подпадают под свободу слова, а считаются преступлением. Точно так же и в любом государстве, будь оно мусульманское, немусульманское, это общество само выбирает, что является табу. Если где-то, допустим, богохульство считается свободой слова, то, разумеется, в мусульманском государстве богохульство будет преступлением. А то, что, допустим, в каком-то конкретном народе, какой-то стране, какой-то исторический факт, например, является 100% и нельзя его отрицать, то в соседнем государстве, допустим, это будет проявлением свободы слова. Как, например, в некоторых европейских государствах отрицание Холокоста является преступлением и преследуется законом. А в Соединенных Штатах Америки это свобода слова. То есть, кто хочет, может отрицать. Поэтому это зависит уже от общества, от страны, что они считают для себя пределом свободы слова, свободы собраний, свободы прессы и так далее. Ты обратил внимание, что недавно Кадыров записал голосовое сообщение в телеге под кайфом. Он там говорил про Мариуполь, а в конце ролика он уже лыка не вязал. На чем он сидит, как думаешь? Понятия не имею. Я не сильный эксперт в вопросах наркотиков. По жизни он такой? Или он реально что-то принимает? Я не знаю. Он в связывании слов. Поэтому, ну, возможно, что-то принимает. Я хочу вам сказать вот по поводу принятия каких-то наркотических средств. Это вопрос, который меня меньше всего волнует. Я как-то с пониманием, наверное, даже отнесся бы. Вот многие говорят там, Зеленский что-то, кокаин, кокаин. Да блин, Зеленскому можно простить что угодно. Я не говорю, что он сидит на кокаине, но даже если бы он сидел, я бы его это простил с легкостью. Ему в тех условиях, в которых он оказался, если он даже прибег бы к каким-то стимулирующим веществам, чтобы там, я не знаю, быть бодрее и так далее, я бы к этому отнесся с пониманием. И если бы Кадыров был бы конченным наркошей, но при этом не мучил бы людей, не был бы тираном, то на его увлечение наркотиками вообще с легкостью закрыли бы глаза. Поэтому это не та тема, которая меня интересует. Я никогда не цепляю какие-то слова. Ага, давай сейчас будем разбираться, что он там употребил. Сидит, да пусть сидит на чем угодно, ради бога. Главное, чтобы до людей не докапывалось. Как русская пословица звучит? Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, по-моему, да? Вот примерно такой у меня подход. Пускай чем угодно они там тешатся, главное, чтобы не совершали преступления. Субтитры создавал DimaTorzok